МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вадислав, здравствуйте. Добрый день. Итак, сколько срочников должно отправиться служить этой весной? Этой весной, согласно плану, отправляется у нас 520 призывников. Сейчас уже сколько? Временные рамки это с 5 апреля по 30 марта. За прошлую неделю была первая отправка, ушло 49 призывников. На этой неделе планируется 59 призывников, и отправки осуществляются каждую неделю. Всего за этот месяц, за апрель месяц, будет отправлено 243 призывника, и в мае месяце, соответственно, 277 призывников. То есть вы с планом справитесь? Да, мы с планом справимся. Почему? Потому что люди отобраны, люди заформированы в команды, оповещены, и поэтому они знают, они прибывают. Допустим, завтра у нас отправка в Киев, в Национальную гвардию, сегодня их собирают на сборном пункте, размещают, укладывают, кормят, на утро формируют команду, приходит транспорт, их отправляют. 520 человек это много или мало? Ну, по сравнению с прошлым годом, на ряд даже меньше. Потому что в прошлый год, весну, месяц, на весенний призыв мы отправили 720 человек. На 200 человек больше? Да, хотя по всем документам, что приходили, сказали, что план будет увеличен в полтора раза, но пока эта цифра намного меньше, чем даже в прошлом году весной. Как вы думаете, с чем это связано? Ну, это связано, наверное, с тем, что некоторые призывники, возрастут же ценз идет от 20 до 27 лет, но некоторые молодые люди, которым 18 лет, то есть по закону они как бы еще не имеют права пойти на срочную, но они могут подписать контракт. То есть они приходят в военкоматы, подписывают контракт и проходят службу уже за контрактом. То есть одна из причин, это потому, что много людей идут на службу по контракту? Возможно, да. Одна из причин. А в каких вот войсках они будут служить, вот срочники, либо же это уже решается там, как бы в учебке? Нет, нет. При формировании команд, то есть мы получаем согласно плану разнарядки, какие команды формировать. На прошлой неделе мы воздушные силы формировали, то есть это будут люди, которые будут в роты охраны воздушных сил, то есть это не техники, не летчики, потому что нужна специальная подготовка. Они будут обеспечивать жизнь воинской части. На этой неделе мы посылаем национальную гвардию, то есть у нас идет национальная гвардия, сбройные силы Украины, и так называемая Державная служба специального транспорта, то есть железнодорожные войска. К сожалению, в этом году, ну то есть на весенний призыв, в Державную прикордонную службу заявок не было. В прошлом году мы посылали людей, сейчас такой необходимости нет. Ну то есть войска укомплектованы, как я понимаю. А по поводу повесток, какой вообще принцип их вручения? Ну принцип вручения, он остается такой, как и был раньше. То есть начиная с 14 лет люди идут приписываться, когда они уже приписались, прошли комиссию, их уже предварительно отбирают. Когда они достигают уже призывного возраста, им направляется повестки, то есть разносится оповещение. А вот кто разносит повещение? Представители военкомата. Приходят, да, вручают повестку, в которой написано, вам необходима прибыль для прохождения медкомиссии. То есть это все делается заранее, то есть это все начинается с февраля месяца, подготовительный этап. За это время отбираются кандидаты, проходят медкомиссию, формируются в команды, и на момент призыва, то есть на момент уже отправки, мы уже, это не хаотичное движение, это уже направленное движение, то есть каждая команда знает, когда, куда она уезжает. Вот сама процедура вручения повестки, там есть какие-то нюансы, чтобы обязательно была подпись призывника? Конечно, он должен получить ее под роспись. Сам лично? Сам лично. То есть не мама, не папа, а именно призывника. Потом он с ней прибывает в военкомат, потому что у него основание для прибытия в военкомат, чтобы его пропустили, это повестка. А будут ли служить срочники в зоне АТО? Нет, ни один срочник в зоне АТО, согласно указу президента, служить не будет. То есть туда может попасть только человек, который служит по контракту, как я понимаю? Да, только контрактники и направляются в зону АТО. А в каких вот случаях человек получил повестку, но затем он не идет служить в армию? Что это может быть? Ну, есть понятие уклонисты, то есть те, которые специально не идут, пытаются перехитрить себя, власть и закон. Вот, ну такие люди обычно, то есть военкоматы занимаются еще и розыском таких людей. Если не в этот призыв, все равно его найдут летом. Ну, то есть процедура есть, именно работать с такими людьми. Если человек не, то есть получил повестку, он приходит в военкомат и не проходит, допустим, комиссию медицинскую, у него есть ограничения по здоровью, то есть его направляют на дообследование, и когда ставится диагноз, то есть что он не может служить или в данном виде, то тогда он, естественно, не идет. Если у него есть отсрочка, то есть люди, которые учатся на дневной форме в институтах, до окончания института, у него, естественно, отсрочка. Есть отсрочка, допустим, если жена беременна, и вот будет рожать. Ну, это такие уже частные случаи. Такие же житейские моменты. Да, которые уже это. То есть согласно закону, отсрочка эта может быть по, первое, если человек не прошел медкомиссию, второе, если он не прошел психологический отбор, потому что это очень сейчас, то есть качество призывников, качество людей, которые идут на контракте, они обязательно проходят тестирование, психологическое тестирование. А что он из себя представляет? Ну, это набор тестов, до 8 тестов, которые выявляют морально-деловое качество. То есть там определяют, на основании этого даже определяют, какой вид войск ему надо, и какую военно-учетную специальность человек может получить. То есть он склонен к тому-то или тому-то. Он может быть радистом, может быть разведчиком, а может быть просто пулеметчиком. То есть какие у него наклонности, какие у него вот именно морально-психологические качества. Вот давайте немножко поговорим об авторитете армии. Ну и в частности об уклонистах, если раньше их было достаточно много, насколько я знаю. Вот сейчас ситуация поменялась? Ну, сейчас поменялась. То есть идет работа с уклонистами, идет работа по повышению национально-патриотического воспитания. То есть сейчас молодое поколение понимает, что все-таки три года у нас идет война, антитеррористическая операция. И вот 5-го числа, когда мы отправляли резервистов, не резервистов, призывников, люди осознанно уже идут. То есть от 20 лет и выше были люди, которые даже закончили профессионально-технические училища. Почему? Понимаете, он, допустим, закончил профессионально-техническое училище и не может найти сейчас работу. Он идет в армию. Армия что ему дает? Если у него есть, допустим, наклонности, он хочет получить высшее образование, то прослужив определенный период, он может пойти с военной службы поступить в военный институт. Сколько сейчас вообще срочники служат? Срочники служат 18 месяцев, если у них среднее образование, и 12 месяцев, если у них высшее образование. То есть для некоторых ребят это возможность, допустим, получить высшее образование. Почему? Потому что служба в армии дает одну из социальных таких привилегий. Это вы можете бесплатно поступить в высшее военное учебное заведение, которое, кстати, у нас даже компьютерщиков готовят, разведчиков радиоэлектронную борьбу, управление беспилотниками. Все это есть. Какие социальные гарантии сейчас дает армия срочникам? Социальная гарантия, во-первых, он полностью на обеспечении государства. Во-вторых, у него отпуск. В-третьих, у него медицинское обслуживание бесплатно. Ну и в-четвертых, если он работал, то есть за ним сохраняется рабочий стаж. То есть военная служба входит в трудовой стаж. Раньше всегда говорили, у нас армия не одета, не обута, не накормлена. Изменилась ли сейчас ситуация? Дело в том, что, во-первых, армия у нас поменялась. Потому что если до 2014 года армия у нас практически была только на бумаге, и все, вы же прекрасно знаете, что все занападало и все уничтожалось. То сейчас у нас за три года все поменялось. То есть и армия стала лучше вооруженная, и снабжение ее. А в отношении срочников, то есть так, как они находятся не на передовой, естественно, они одеты, обуты, накормлены, у них казармы есть. То есть у них есть пункт постоянной дислокации, как говорят. То есть они не живут в палатках, они живут в причастях, на полностью у них довольствие, и денежное, и вещевое довольствие. За свои деньги им форму покупать не приходится? Нет, им выдали форму, они носят. То есть все согласно тех норм довольствия, которые есть для этого. Они в этом вопросе не ущемлены. Спасибо огромное. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях был Владислав Чумак, исполняющий обязанности заместителя военкома Запорожского областного военного комиссариата по работе с личным составом, ну и всех сотрудников военкоматов. Еще раз с прошедшим праздником. Субтитры создавал DimaTorzok